приветствую друзья у вас у себя на канале и сегодня новости из другой планеты наш министр министр МВД Арсен Аваков в Милане дает интервью плюсам и там он обсуждает что и как делает страна для того чтобы освободить Маркова и так напомню кто такой Марков Андрей Марков это военный в 2014 2014 году обвиняемый итальянской стороной в убийстве журналистов и в 2019 году итальянский суд дал ему 24 года заключения на что украинская сторона не согласна и считает что Марков не виновен и так министр Аваков в Милане дает интервью плюсам я его чуть-чуть ускорил потому что очень много болтовни но тем не менее посмотрите послушайте что он сказал новости с другой планеты просто разрыв шаблона и напомню Аваков сегодня все-таки встал на сторону Азербайджана да то есть они не смогли остаться нейтральными им нужно было занять чью-то сторону зачем это делается ну потому что хотят быть значимыми хотят чтобы как бы их слушали к ним прислушивались а выглядит со стороны это так себе слушаем его в Италии аргументы украинской страны будут выслушены есть следствие которая идет в Украине это следствие выявило факты которые безусловно должны быть отражены при вынесении справедливого решения так например проведены экспертизы в рамках уголовного дела допрошенные свидетели которые не учитывались на суде в Паве обнаружены факты которые раньше не были в том числе записка в кармане у погибших в том числе факты экспертизы и осмотр места где происходило смерти для журналистов все это не отражено в решении сюда в Паве который мы считаем украинским и поэтому мы считаем что здесь должно быть рассмотрены все эти наши факты которые мы передали за 20 дней до начала суда в соответствии с законом для Италии института сегодня здесь мы на суде как представитель украинской власти со стороны Украины и рассчитываем что суд выслушает наши аргументы выслушает наших адвокатов и мы получим как минимум решение чтобы кто-то из органов Италии института приехал на место и убедился что невозможно стрелять в машину которая просто не находится в прямой вместе который находится три раза дальше чем может быть быть достать его оружие и таких абсурдов в этом решении сюда достаточное количество три года сидит Виталий Маркев невиновный в этом преступлении в тюрьме и мы хотим справедливости наша философия в том что мы будем идти до конца со всеми своими аргументами и Украина не оставит своего создания давайте давайте будем исходить из того что будем сподеваться на справедливое решение а як что то лично я приму все что будет и будем мы это предлагали много раз в том числе в рамках этого следствия что у нас есть сейчас в Украине это вопрос более итальянской стороны мы регулярно с ней общаемся вчера еще раз мы готовились к этому заседанию тоже смотрели разные варианты и тоже мы все надежда что наконец проявляет правосудие будет вчера было еще одно событие родственники господина Миронова погибшего вместе с Рафелли были в Киеве и давали брифинг и они очень ясно сказали что решение суда которое здесь имело место оно имеет множество допущения и ошибок они не хотят чтобы невиновный человек сидел за смерть их не родственники это важное свидетельство которое опять же никто не понимает самое остальное питание вы в принципе знаете Италию доброе как вы думаете чему такие решения в Украине приняли это в Украине маленький городок Павия суд присяжных и Ракелли родом из этого города эмоции взяли вверх над эмоции пропаганда которая на тот момент со стороны Российской Федерации со стороны наших противников была мощной хочу еще сказать два слова насчет маркова вы же помните что он гражданин Италии поэтому его судили по итальянским законам в Украине двойное гражданство запрещено законом почему же Андрея Маркова не лишили украинского гражданства как вы думаете оставляйте свои комментарии внизу если бы у вас было двойное гражданство и вы бы сделали что-то противоправное вас бы оставили в покое а вот эти все люди которые с 2015 14 13 годов лишаются гражданства Украины потому что у них есть другое гражданство а люди аффилированные с властью вне закона такое мое мнение а ваше какое мнение и так вторая новость суммы суммы радуют нас радуют предстоящими избирательными волнениями и я оставляю все как есть ничего не ускоряю на видеоролик который в сети сейчас набирает обороты и очень популярный про почечуна послушаем почечуна вместе мне будет очень интересно услышать ваше мнение после того как вы увидите и услышите что он сказал давайте мы поставим этот ролик весь полностью не ускоряя как министра авакова через месяц у сумах будут обирать нового мера один из кандидатов анатолий почечун погодился дать короткий коментар для журналістки нашего телеканалу анатолий почечун кандидат в мэры города сумы на должность и душу пиздить деньги из бюджета немножко конкурентов по бизнесу покошмарить на интересы сумчан да и на самих сумчан как-то похую или похую как правильно сейчас ваш занадто и вообще честный человек если пообещал сделаю фишка моя ну где я працювал ну как все там в университете массовые мероприятия организовывал идешь к декану говоришь нужно 1000 гривен берешь 1000 гривен идешь покупаешь тортов грамот там на 300 гривен 700 себе оставляешь потом с дядькой на заводе работал там такая же схема только с черметом потом увидел в мэры выборы посмотрел что делать надо понял что людей наёбывать я умею люблю вот я здесь что думаете про других кандидатов в мэры? пиздоболы все? все ну кроме меня під час съемки до розмовы приедналась турбована сумчанка смотрите харьковская 22 наш дом у нас ОСББ с ЖКом договориться не могут ремонтка Виталинина спасибо большое за ваше обращение ваш вопрос я понял заниматься я им не буду идите в жопу так а может поможникам вашим поручите? можно поручить поможникам но им тоже похуй до свидания яке вражение залишил вас Анатолий Почичул очень честный человек фінальну точку поставила відповідь Анатолия на запитание чому саме він мае стати мером ну я ж человек из народа если мером стану может люди поймут что чиновники это верхушка айсберга хочешь жить хорошо за собой следи и ребенка правильно воспитывай а то вырастет хуйлом и мером станет Александра Чютюн Артем Яценко специально для нових новин Итак друзья вы видели Анатолий Почичун сказал все честно хоть это и троллинг но троллинг такой мастерский он такой задорный и забавный что мне он очень зашел и понравился человек сказал правду он сказал то что на самом деле происходит у нас в стране потому что все все так и есть только об этом никто не говорит все говорят пафосные слова все выступают в митингах все заряжают за народ а как только приходят к власти народа не видят и на него положить с прибором или пробором как вы думаете оставляйте свои комментарии потому что сами то есть мне так позабавило это ребят давайте все таки пишите свои комментарии что вы думаете по этому поводу и ставьте лайки за это видео всем всего хорошего здесь была правда на канале peace честь имею